Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Элина Зинатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Первый раз в первый класс. Сегодня у нас день знаний. Первое сентября. Я уже совсем познакомилась и буду учиться на одни пятерки. В Татарстане сегодня за партой сели рекордные 511 тысяч учеников. Как в республике прошел день знаний, расскажет Вероника Гайнудзинова. Высоким знанием высокие стандарты. И учиться намного приятнее. Какие они дома студентов будущего, увидел Рамиль Шайдулин. Уроки мужества от героев России. Учащихся Казанского Суворовского военного училища сегодня посетил Александр Чернов. Кто-то из них сегодня стоит в строю, кто-то из них будет и командующими, и министрами. Подробнее материаля Сирины Васильевой. Сегодня 1 сентября. День знаний. С этой даты начинается новый учебный год. Первый звонок. Торжественная линейка. Встреча с любимыми одноклассниками и учителями. В Татарстане сегодня в школы пошли 511 тысяч ребят. В вузы 214 тысяч студентов. Их будут учить 65 тысяч педагогов. За партой сядут 57 тысяч первоклашек. 10 тысяч учеников встретили этот праздник в новых школах. Их 11. Они появились в Казани, Челнах, Арском, Тукаевском, Мамадышском, Высокогорском и Алькеевском районах. Одна из новых школ построена в Казани, на Сибгата Хакима, в одном из самых густонаселенных районов города. Лицеи поблизости переполнены и работают в две смены. Эту 107-ю гимназию здесь очень ждали. В ней будут учиться 1275 ребят. 265 из них первоклашки. Это 9 параллелей. Малышей, родителей и педагогов сегодня с Днем Знаний поздравил Рустам Маниханов. Раис пообщался с учениками, осмотрел классы. Гимназия – образец того, какими сегодня должны быть школы, подчеркнул он. Вероника Гайнудинова побывала на торжественной линейке. Мы вам желаем учиться только на сейсоте. У этих малышей сегодня самый волнительный день. Начинаются важные этапы в их жизни. Они идут первый раз в первый класс на торжественной линейке 107-й гимназии. 265 мальчишек и девчонок. Сегодня у нас День Знаний. 1 сентября. Я уже со всем познакомилась и буду учиться на одни пятерки. Я уже нашел друзей. У меня классные одноклассники. Первоклашки уже готовы к открытиям. Новая гимназия так и называется «Открытие». Это одна из четырех новых школ в Казани, которые сегодня распахнули свои двери. Гостей дети встретили танцевальным представлением. На школьной линейке сегодня Раис Рустам Мениханов, мэр Ильсур Медшин и министр Ильсур Хадиулин. Торжественность момента подчеркивают государственные гимны. Первоклашек и их родители с Днем Знаний поздравил Рустам Мениханов. Образец школы, как я дал забыть, вот эта школа. Мы такие школы строим уже достаточно много. Но с каждым годом, каждая школа, она имеет какие-то свои особенности. Мои пожелания, чтобы наши дети развивались, чтобы мир согласия, республика, экономика республики развивалась. Наша столица была краше и краше. В Казани сегодня за парты сели рекордные 174 тысячи школьников. 6 тысяч из них будут учиться в таких новых школах. 20 тысяч первоклассников сегодня впервые в Казани садятся за парты. Это рекордные цифры. А уже в 25-м году мы, благодаря вам, дорогие наши мамы, папы, ждем еще плюс 20 тысяч наших первоклашек. После торжественной линейки новую школу осматривает Рустам Мениханов. По кабинетам и коридорам Раис идет в сопровождении первоклассника. Здесь Рустам Мениханов удивляется, насколько молодой педагогический состав. Вы учителя или учителя привыкли? Учителя. Очень приятно. Ну вот ты встал уже, чувствую себя. На одном из этажей ему приходится уступить дорогу первоклассникам, ведь сегодня их день, говорит Рустам Мениханов. Это их день. Это имели право их задерживаться. В школе 22 кабинета начальных классов, 48 аудиторий для старшеклассников. Гимназия оборудована современными кабинетами с лабораториями, лингофонными кабинетами. Есть конференц-зал с возможностями видеосвязи. Два спортзала, бассейн, просторная столовая. Все на очень высоком уровне на самом деле. Все для того, чтобы расти достойное поколение новое, новые площадки. Все так стильно, интересно оборудовано, современно, модно. Сформирован большой педагогический состав. В коллективе есть учителя, которые переехали из Пензы, Удмуртии, Мореллы и даже Азербайджана. Есть и опытные педагоги, это кандидаты наук, это преподаватели вузов, которые будут работать с нашими детьми. Но соотношение, конечно, в пользу молодых, потому что с нами всего 75 педагогов, 65 из них – это молодые специалисты с опытом работы не более трех лет. Школа рассчитана на 1224 ученика, но здесь будет учиться 1275. Ребят в следующем году ждут еще больше. Школа очень красивая, большая, новая. Нравится? Очень, шла, очень. Школа здесь нужна была, да, обязательно. Население большое, детей много. 107-я гимназия находится на улице Севгата Хакима, Новосавиновский. Один из густонаселенных районов Казани. Как мы видим, он и сегодня продолжает активно застраиваться, поэтому потребность в этой школе была острой. Это единственная школа в этом микрорайоне. Здесь поблизости у нас есть и 143-я школа, 177-я, 179-я лицеи, которые работают на сегодняшний день в две смены. Такие новые школы сегодня открылись еще на Рауисе-Гореево, Светлой долине и в Салават-Купыре. В микрорайонах, где была острая нехватка мест, еще 7 новых гимназий и лицеев заработали в городах и районах Татарстана. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. К учителям, школьникам и студентам по случаю Дня знаний обратился Рустам Мениханов. Он также поздравил ветеранов системы образования и отметил, в этот день мы выражаем слова благодарности нашим педагогам, которые открывают нам увлекательный мир образования. Благодаря вашему неустанному труду наши ребята достигают успехов в учении, спорте и искусстве, занимают призовые места на олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. Мы ценим вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей и ответственных за судьбу Отечества. Вашу особую роль подчеркивает проводимый в России год педагога и наставника, объявленный указом президента Владимира Путина, говорится в телеграмме Райса Республики. Он пожелал всем творческого вдохновения и успехов в учебе. А такое музыкальное поздравление получили все подписчики Рустама Мениханова в социальных сетях. Рано утром он выложил ролик, где семья собирает дочку в первый класс. Давайте посмотрим отрывок. Создать в России коптер парки попросил Владимира Путина казанский школьник. Ученик 6-й гимназии Булат Нургалеев сегодня пообщался с президентом страны в ходе открытого урока «Разговоры о важном». Напомним, в начале августа 14-летний Булат стал самым молодым оператором дронов в России, завоевавшим 12 скупков на всероссийских соревнованиях по беспилотной авиации. После введения ограничений стало проблематично летать на дронах и особенно тренироваться. Могли бы ли Вы построить несколько коптер парков по всей России, чтобы люди, как я, могли спокойно летать легально? Я уверен, что наш с тобой разговоры услышат и в Татарстане. В Татарстане руководители очень гибкие, мобильные, творческие. И правда-правда, я знаю, они очень хорошо поддерживают все новейшие начинания. Думаю, что и там это можно будет сделать. Наверняка сделают. Большое открытие сегодня и в университете Иннополис и Книту КАИ. Три новых общежития распахнули двери для студентов. На праздник приехали Рустам Маниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По поручению Владимира Путина в России появится еще 25 таких кампусов. И везде используют технологии, которые применили в Иннополисе. Три, два, один. В городе будущего высокотехнологичен даже символический запуск. Вместо кнопки бесконтактный ключ. Дверь открывает робот. Так, в Иннополисе открываются два новых корпуса общежития университета. Всего к началу учебного года построено три здания. Одно пятиэтажное и два тринадцатиэтажных. На это было выделено 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Корпуса рассчитаны на тысячу студентов. Количество мест выросло вдвое. Честно говоря, мы даже не верили, что можно это сделать. С применением самых новейших технологий, которые сейчас стали стандартом для всей страны. И теперь все кампусы, которые строятся по поручению президента, к тридцатому году 25 кампусов мирового уровня, будут использовать технологии, созданных здесь, в Иннополисе. Вы можете учиться, жить, работать. Прекрасный, комфортный город. И самое главное, огромная перспектива. То, что вы здесь учитесь, уже половина Нобелевской премии, да? А дальше уже за вами. Успехов вам! Матрасы нормальные? Да, удобные, можете присесть. Мягкие. Хорошие. Рустам Иниханов и Дмитрий Чернышенко осматривают новые корпуса. Здесь есть и двухместные, и четырехместные номера. В каждом все для комфортной жизни. Кухня, гостиная, душевая, мебель, кондиционеры и бытовая техника. Никуда не делась и уникальная особенность всех прошлых корпусов – вот этот переход галереи. Благодаря такому тоннелю в любое время и погоду в главное здание университета можно будет попасть, даже не выходя на улицу. С таким прекрасным видом мы всегда просыпаемся. Первокурсница Диана Минахметова только заехала в новый кампус. Признается, условия превзошли все ожидания. Мы ожидали, что будет классическое общежитие, как мы знаем вообще в целом во всех вузах. Но на самом деле здесь гораздо больше комфортных условий. Очень рада, что увеличивается университет, что все больше поступает новых учеников. Думаю, что университет двигается в правильном направлении. А это уже Казань и общежитие Кнету-Каи, которое носит название «Дом студента». В этой 17-этажке на Читаева будут жить 620 человек. В этой комнате я проживаю. Вот это мой сосед, его зовут Тимур. Рустам Иниханов и Дмитрий Чернышенко осмотрели условия, в которых уже живут студенты и где они будут проводить досуг. В здании есть собственный тренажерный зал, где будущие самолета-строители смогут заниматься спортом. Мы еще хотели подарить подарок на самом деле Дмитрию Николаевичу. Белый лебедь 160, который производится только у нас в Казани. Вот это вам подарок от всего коллектива Кнету-Каи. На строительство нового общежития было выделено более 870 миллионов рублей. Работы велись в рамках национального проекта «Наука и университет». Рамиль Шайдунин, Санзаитова, ТНВ, Иннополис, Казань. Сразу две новые школы и детский сад сегодня открыл в набережных Челнах премьер Алексей Песошин. Это центр образования номер 16 и 57-я гимназия. Каждая школа рассчитана на 1501 место. В центре образования два бассейна, столовая, кабинет голографических технологий, где работают с 3D-очками. На торжественной линейке Алексей Песошин вручил директору школы сертификат на компьютеры. 57-я гимназия расположена в микрорайоне Притяжения. Здесь есть класс робототехники, два бассейна, секции по разным видам спорта. А входы в гимназию через устройство с Face ID, которое распознает лиц учеников. Новый детский сад Сандухач в микрорайоне Яшлек один из самых больших в городе на 340 мест. В здании имеются все условия для качественного воспитательного процесса. В республике всегда уделяется большое внимание инфраструктуре образовательного процесса. За последние 12 лет было построено 88, я не ошибся, новых школ, 287 детских садов. С Днем знаний школьников сегодня поздравил и Фарид Мухаммедшин. Спикер парламента открыл новый корпус 182-го политехнического лицея в микрорайоне Салават-Купере. Трехэтажное здание рассчитано на полторы тысячи ребят. Здесь они будут обучаться с 5-го по 11-й класс. Для учеников специальные профильные лаборатории. Председатель госсовета осмотрел их, а также учебные кабинеты, актовый зал, школьную столовую и бассейны. И спортзалы, и плавательные бассейны, и классы для занятий, всего полно. Я очень рад поблагодарил строителей за такой подарок нашей республике и столице города Казани. Так что с уверенностью можно сказать, Казань, как и вся республика, успешно подготовилась к празднику 1 сентября, к началу учебного года. Сегодня в Лениногорске 6-й школе присвоили имя Героя России Дамира Исламова. Он окончил ее в 2014 году. В торжественном митинге приняли участие родственники, школьники и Герой России Расимбаксиков, командир танка с позывным Алеша. Вместе с Дамиром они окончили Казанское танковое училище. Напомним, Дамир Исламов погиб 7 марта в ходе специальной военной операции. Его память в Лениногорске увековечена, установлен бюст, открыли экспозицию в музее. Его имя присвоено отряду юнормейцев, проводят специальный турнир по боксу, которым увлекался герой. Еще одна школа сегодня получила имя Героя России. На церемонию приехал самый Ван Дадосов. Это школа номер один в Петричинском районе. Здесь и учился знаменитый танкист. Он приехал вместе со своим боевым товарищем. Они вместе окончили Казанское танковое училище. Они и еще 18 Героев России сегодня провели в татарстанских школах уроки мужества. На площадке перед школой звучит гимн страны. Юнормейцы выносят флаги России и Татарстана. На фасаде здания новая надпись «Школа имени Героя Ивана Дадосова». На праздничной линейке учеников он приветствует лично. Сюда он приехал вместе с боевым товарищем Артуром Орловым. Он тоже герой и выпускник Казанского танкового училища. Когда-то, не так давно, стоял вот здесь вот справа, был маленьким роста первоклассником и прошел вот этот вот жизненный путь вот по этому квадрату. Упускникам этой школы попрошу гордиться тем, что вы выпускаете из школы имени Героя. Хотелось бы обратиться, конечно, в первую очередь к первоклассникам. Ребят, я, если честно, вам очень сильно завидую. У вас впереди столько классного времени. На уроке мужества большая часть вопросов от учеников были на тему СВО, где ребята совершили свой подвиг. За самые смелые вопросы герой наградил школьников. Сегодня в Татарстане, я уже это говорил, находятся порядка 16 героев. Двое из них сегодня здесь перед вами. И вот с вашего разрешения хочу наградить самых смелых здесь сидящих знаками нашей ассоциации. Возглавляет нашу ассоциацию, ну вы все его знаете, генерал Шаманов. Не менее памятным этот день знаний стал и в Зеленодольске. Здесь открыли совостроительный колледж, расформированный 12 лет назад. На церемонию прибыл герой России Магомед Баачилов. Золотую звезду ему вручили за задержание группы террористов на Кавказе. Когда за всю историю нашей страны мы ни на кого не нападали. Ни одну страну не захватили. Но все на нас пытаются напасть, захватили. Ничего не получать. В итоге мы на лицо под зад, грубо говоря, даем этим нападающим сторонам. И потом первое процветание наступает во судьбе. В Казанском Суворовском училище сегодня тоже герой России Александр Чернов. И открывает бюст великого полководца Александра Суворова. Он выступил перед 80 новоиспеченными курсантами. Сегодня суворовством вручили алые погоны и принесли присягу. Мы все понимаем в нашей стране, что будущее нации это вы. И от вас зависит, какая будет наша любимая родина, любимая Россия. Хочу пожелать вам, чтобы вы получили глубокие, основательные, фундаментальные знания в этом славном суворовском училище. Мы уверены в своих выпускниках, мы уверены в своих суворовском, что они никогда, никогда шаг в сторону, шаг в право, влево не сделают. Мы попали в самую гуще. Мы воеваем западные тренировки. Александр Чернов провел урок мужества и рассказал о своем подвиге в 95-м в Грозном. Он нас учил правильному поведению, можно сказать, в училище. Каким нужно быть человеком, то, что нужно быть храбрым. Нужно слушать офицеров, чтобы добиться таких же высот, как и он. Я с нетерпением ждал этой встречи. Я изучил всю его биографию, потому что я сам хотел взять с него пример. Я очень ему благодарен, я старался задавать вопросы. Уроки мужества герои проведут и завтра. Гости посетят школы, вузы и кадетские классы. Селина Васильева, Дмитрий Шлемин, ТНВ, Казань. День знаний стал особенно волнительным и для 36 сотрудников нашего телеканала. Сегодня дети наших коллег пошли в первый класс. Вот с улыбкой на лице в школу шагает семья корреспондента программы «Татарстан Хаберлерэ» Рани Абдрахманова. Ее сын Арслан будет учиться во второй гимназии Казани. С букетом роз в 159-й лице пришла Амина, дочь нашего телеоператора Рамзили Гарипова. За парту 40-го лицея города села Настя, дочь телеоператора программы «Семь дней» Андрей Ключникова. Как поделились наши коллеги, их дети ждали этого дня с особым трепетом. Юдым путешественникам в мир знаний мы желаем успехов и пятерок, а их родителям терпения. В первый класс с увлекательной книгой в руках. Сегодня Акбарсбанк преподнес опастовским первоклассникам познавательные книги с играми, ребусами и кроссвордами. Этой доброй традиции уже 26 лет. Первоклассники с нетерпением ждут школьных занятий. Впереди увлекательная дорога к знаниям. По доброй традиции Акбарсбанк дарит ребятам познавательные книги. В этом году это приключения Барсика, Банкомаша и выручалочки в мире взрослых. Каждый год в этот день Акбарсбанк дарит первоклассникам подарки. Это детская книга и развивающая игра на двух государственных языках Республики Татарстан. Татарском и русском. И в этом году подарок посвящен теме финансов и в игровой форме научит копить и разумно тратить деньги. Дорогие ребята творческого вдохновения и успехов вам в учебе. Для учителей это еще и методическое пособие для внеклассных занятий. Книга и игра соответствуют образовательным стандартам. Ребята на классных часах знакомятся с разными заданиями через разные приключения, главных героев этих книжек. Ребята развиваются. Ребенок рад. Уже она сразу начала рассматривать страницы этих книг. Уже порешала ребус. Большое вам спасибо. Своё первое занятие ребята начали с изучения подаренных книг. Этот проект Акбарсбанк реализует уже 26 лет. Каждый год преподнося детям новые познавательные подарки. Провалы появляются там, где никогда не было. Как Казань уходит под землю, почему поехала башня Сюмбеке и как возникли ямы в Салаватку Пере. Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Рустам Мениханов и Дмитрий Чернышенко провели встречу в Доме правительства. Они обсудили вопросы социально-экономического развития республики, научно-образовательные и туристические проекты. Вице-премьер отметил, что Татарстан демонстрирует устойчивый экономический рост, высокий уровень достижения других показателей по ПФО. В рейтинге инвестиционной привлекательности уже с 2017-го почетное второе место. Отдельно Дмитрий Чернышенко остановился на строящейся скоростной трассе М-12. На Татарстан приходится ее большая часть. Это будет дополнительным плюсом к развитию туристического направления, отметили на встрече. Ну, конечно, реализация этих масштабных проектов позитивно скажется на качестве жизни тысяч жителей, обеспечит рост экономики республики и позволит выполнять поставленные президентом задачи национальных проектов. Правительство России продолжит поддерживать республику Татарстан по всем направлениям. По всем направлениям работа ведет. Я уверен, что те задачи, которые поставлены руководством страны, правительство, республика Татарстан, выполнят и перевыполнят. В Казани продолжается нефтегазохимический форум. На его полях сегодня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета и Международным выставочным центром Казань-Экспо. Татарстанский нефтегазохимический форум зарекомендовал себя как эффективную площадку для обсуждения важнейших вопросов отрасли. Сотрудничество Казань-Экспо с Ассоциацией Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета это признание авторитетным сообществом, в которое входит 60 стран. И как следствие увеличение посетителей и участников. Все это направлено на развитие нефтегазохимической отрасли Татарстана. Татарстан является одним из самых богатых регионов, обладающих колоссальными запасами углеводородного сырья, обладающей широкой инфраструктурной базой. Мы планируем расширять взаимодействие непосредственно между компаниями, базирующимися здесь, в Татарстане, и партнерами на международной площадке. В рамках соглашения помимо международного партнерства уже ведется работа по профориентационной политике для молодежи. Начало такого мероприятия совместно с Ассоциацией, я думаю, найдет хорошее отражение уже в дальнейших на наших мероприятиях. Именно как студенческое направление при подготовке молодых кадров. В будущем партнеры намерены укреплять международную составляющую Казанского форума, приглашая в качестве спикеров мировых экспертов. Образование по единым стандартам, перерасчет пенсии и исламский банкинг. С 1 сентября в России вступают в силу ряд изменений. Появятся новые штрафы для автолюбителей, и придется заключить договор по обслуживанию внутридомового газового оборудования. С 1 сентября в школах страны начнут действовать федеральные общеобразовательные программы. Будет введена единая последовательность изучения предметов. До этого школы могли обучать по своей программе. Единую систему введут постепенно, в течение двух лет. На уроках литературы, истории и общество знания начнут рассказывать о коррупции в России и борьбе с ней. Предмет начальной военной подготовки добавят обучение основам применения беспилотников. Ученикам начнут прививать любовь к труду. В законов образования внесли правки об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Это уборка класса, помощь в библиотеке, посадка деревьев на пришкольной территории и другие. Раньше на такие действия требовалось разрешение родителей. Студенты вузов будут изучать историю по обновленной программе. Отдельное внимание уделят целям специальной военной операции на Украине, антироссийским санкциям и темам вхождения в состав страны новых регионов. Для неработающих пенсионеров произведут индексацию пенсии. Выплаты увеличат для тех, кто ушел на пенсию по старости и инвалидности, из-за кого в прошлом году работодатель перечислил страховые взносы. Кроме того, пожилые люди, достигшие 80 лет к 1 сентября, получат фиксированную ежемесячную надбавку в размере 7,5 тысяч рублей. С 1 сентября в ряде регионов, включая Татарстан, стартует эксперимент по исламскому банкингу. Суть в соблюдении принципов шариата. Запрещено брать процент за использование денег, инвестировать в торговлю свининой, алкоголем, табаком и товарами для взрослых. Предварительно программа будет действовать два года. Владельцев газифицирных домов и квартир обяжут заключить договор со спецорганизацией для техобслуживания и ремонта газового оборудования. С 1 сентября это необходимые условия для получения газоснабжения. При этом исключительное право имеют организации, осуществляющие транспортировку газа. Штраф 500 рублей ждет водителей, которые используют зимние шины летом и наоборот. Также запрещено эксплуатировать автомобиль без полного комплекта зимней резины. Правила коснутся легковушек и грузовиков весом до 3,5 тонн. Кроме того, запретят использование мигающих стоп-сигналов. Павел Драгунов, ТНВ. В Татарстане сегодня заработали экстерриториальные избирательные участки. На них могут проголосовать жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Они выбирают депутатов в законодательных собраниях новых регионов России. В Татарстане работают 4 стационарных участка. В Казани это культурный центр Сайдаш и ДК имени Ленина. В набережных Челнах дом дружбы народов Родник. В Альметьевский драмтеатр. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней говорим о журналистских репортажах из зоны СВО. Показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня расскажем об обстреле ВСУ Ворошиловского района в Донецке. Последствия удара показали Russia Today. В многоэтажный дом в одном из жилых комплексов предположительно попала ракета американского производства. В результате поврежден фасад здания и выбитое стекла. Известно об одном пострадавшем. За последние сутки ВСУ также обстреляли Киевский, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы города. Россия продолжает специальную военную операцию, чтобы защитить жителей Донбасса. Потому что мы своих не бросаем. Если вы хотите помочь жителям Донбасса, то можете записаться на контрактную службу. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих, контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты. Вся подробная информация есть на сайте Героя Татарстана. Детали можно уточнить, позвонив на горячую линию 117 или в военкоматах по месту жительства. Герои России продолжают гостить в Татарстане. 12 защитников нашего Отечества посетили древний Булгар. Здесь для них провели экскурсию, где рассказали об истории становления великого средневекового государства. Показали возрожденные объекты самый большой в мире печатный Коран. Эти руины видели несколько эпох, пережили много потрясений, но что бы ни случилось, жизнь продолжалась и памятники дошли до наших дней. Одну колонну собрали, ее вы видите практически в центре руин соборной мечети. Сегодня в возрожденном Булгаре герои нашего времени, герои России. Среди них и наш земляк Иван Дадосов. Практически в самом начале СВО он в составе танкового батальона в неравном бою прорвал оборону противников Попасной, обеспечив тем самым освобождение части ЛНР. В августе прошлого года получил золотую звезду героя. Сегодня мы находимся в Татарстане, который гостеприимно встретил нас. Это моя родина, здесь я чувствую себя прям домом. И вот действительно, много где уже побывали, каждый регион переживает по-своему и вкладывает в страну все то, что они могут для нее сделать. И отдают максимум того, что они производят, какие-то ресурсы и так далее. Но самое главное, объединяет нашу страну то, что мы все едины. А сегодня герои погружаются в истоки нашей страны. В Великом Булгаре, колыбели ислама России. Прямо на этом месте им рассказывают, как здесь вершилась история и кто ее вершил. Такие же герои впоследствии легенды. Подвиги современных героев также сохранятся в веках. Рустем Клупов получил звезду героя еще в первую чеченскую кампанию. Не раз вступал в бой против превосходящих сил боевиков, получал контузии. Но всегда выполнял боевое задание до конца. Родина женского рода. И если расшифровать это слово, оно получается родина. И вот родина нам дает и хлеб, и счастье, и любовь. И через родину на этой земле мы постигаем все лучшие человеческие качества. Герой России генерал-майор Геворг Исаханян командовал полком. Сначала защищал Дагестан, затем и Чечню. Звезду героя получил в 2000-м, уверен, силы России в ее народе. В единстве народа, в патриотическом настроении народа. И самое главное, в понимании того, что у нас есть определенная миссия в этой жизни. Поэтому наши деды и прадеды отстаивали интересы мира, боролись с фашизмом. А теперь их внуки борются точно так же с этим же фашизмом. Герои России гостят в Татарстане в рамках всероссийского проекта «Вахта героев Отечества». Рамиль Шайдун, Ломазъединов, ТНВ, Болгар. Тысячу уникальных книг привезли в Нижнекамск для проведения первого летнего книжного фестиваля. Ярмарка произведений от разных издательств, литература для детей и взрослых, мастер-классы, лекции, дискуссии и даже спектакль. Гульнар Мениханова расскажет подробнее. Три тонны книг от более чем 30 издательств. Это первый летний книжный фестиваль, который собрал своих читателей в самом центре Нижнекамска. В сквере имени Лимаева перед театральным комплексом «Джалиль». Очень здорово, что здесь можно увидеть новинки какие-то, посмотреть то, что, возможно, мне не попадалось на глаза. Центр современной культуры и смены организовал фестиваль при поддержке программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел». Книги здесь для самого широкого круга читателей. События посетили более трех тысяч человек. Важной частью фестиваля является образовательная программа. В течение всего дня проходят в двух шатрах детско-семейные мастер-классы. Каждый час происходят лекции, они делятся на несколько блоков. Здесь же при поддержке программы социальных инвестиций «Сибура» «Формула хороших дел» прошла добрая акция «Скоро в школу». На праздник пригласили 20 первоклассных из многодетных и малообеспеченных семей. Наборы для дошкалят собирались адресно, учитывая пожелания и особенности. Я с этим рюкзаком пойду в школу, в первый класс. Мне очень рада. И на жюне слава. Зрители стали актерами. 25 нижнекамцев изъявили желание поставить спектакль о своем городе. В этом им помог профессиональный режиссер. Будущее Нижнекамска обсудили в театральном комплексе «Джалиль» во время дискуссии вместе с руководством города. Моя задача главы и моей команды сделать так, чтобы город был в единой семье. Нам просто нужно понять, куда мы идем. И очень важно, чтобы каждый был участник этого процесса. Сквер Лимаева должен стать территорией для творчества и развития, как и все остальные общественные пространства. В главных зеленых зонах Нижнекамска, в парках «Семья», «Тукая», «Нефтехимиков», а также на набережной и здесь, в сквере имени Лимаева, установлены вот такие инсталляции. Нижнекамцы смогут больше узнать о 15 первопроходцах, которые строили и развивали Нижнекамск. Сегодня стартовал новый сезон континентальной хоккейной лиги. В первой игре розыгрыша КХЛ встретились финалисты прошлого сезона. Акбарс на выезде сыграл против московских армейцев. Прямую трансляцию ввел наш телеканал. Новый сезон казанцы начали с разгромной победы. Подопечные билили Дзинова, одолели ЦСКА со счетом 5-2. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте. В студии Динар Бодрудинов. В Татарстане установилась комфортная погода, без осадков. Подробнее прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Температура ночью около 11, днем около 19 градусов тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге также будет область с прояснениями, без осадков. Температура ночью 12, днем до 21 градуса тепла. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше в предстоящие сутки облачно, однако дождей не прогнозируют. Температура ночью плюс 11, днем до 22 градусов со знаком плюс. В Варске, Кукмаре и Балтаси осадков не ожидается. Ночью 9 градусов тепла, днем до 23 градусов тепла. В Булгаре, Дрожаном, Буинске ночью до 12, а днем до 23 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность, дождей не будет. Ночью около 10, днем около 22 до 23 градусов тепла. В Республике установилась вполне комфортная погода для начала осени. Желаем вам насладиться этими теплыми днями. В Казани ожидается ясная погода. Температура около 12 градусов тепла ночью и до 24 градусов днем. Ветер южный 4 метра в секунду. Давление выше нормы 756 миллиметров втутного столба. Влажность воздуха около 50%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Кэнергис умышлоблсен.